Уважаемые друзья, как известно, завтра в школу, образно говоря, отсюда и тема нашего сегодняшнего разговора. Готовность учебных заведений к приему студентов и учащихся. Летние каникулы у них завершаются. Через пару недель они сядут вновь за парты, и это будет порядка 1 миллиона учащихся. Из них впервые перешагнут в школьный порог 110 тысяч первоклассников. По результатам вступительной кампании этого года, которая проходила, как известно, в новом формате, наша молодежь продолжит обучение в отечественных вузах и колледжах. Осваивать профессиональные навыки будут около 170 тысяч учащихся в профтехучилищах, а также почти 240 тысяч студентов учреждений высшего образования. А если точно, 238 с половиной тысяч студентов. Согласитесь, цифра для Беларуси внушительная. Фактически сегодня страна вступила в последний этап подготовки к новому учебному году. Заработали школьные базары, учреждения образования получают паспорта готовности, комплектуются транспортом для перевоза учащихся, общежития и спортивные площадки ремонтируются, многодетным и малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь. Так должно быть. Сегодня посмотрим, так ли на самом деле. И делается для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы, и они с хорошим настроением встретили день знаний. Однако, несмотря на высокую готовность учреждения образования к новому учебному году, как меня информирует, о наличии отдельных проблемных вопросов. Комитет госконтроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Хотел бы услышать от министра, как решается этот вопрос в регионах и городе Минске с учетом моих поручений. Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Выполняются ли поручения по поднятым вопросам? Особое внимание обращаю на питание. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема. Выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе. В целом, можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе? Особенно, если он растет в многодетной или малообеспеченной семье. Следующее. Насколько меня информирует, приемная кампания в новом формате проходит в конструктивном ключе. Заместителю премьер-министра более подробно следует доложить о предварительных итогах вступительной кампании этого года. Что получилось? Где не сработали? Может, у вас уже есть видение, как дальше будем совершенствовать систему поступления в ВУЗы? Как мы договаривались, в этом году мы всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании должны закончиться. Хочу услышать, как себя показало проведение вступительной кампании для целевиков отдельно от основного приема документов. С каким уровнем подготовки пришли в этом году абитуриенты-целевики? Ну, это примерно те темы, которые мы сегодня должны обсудить, на которых я хотел бы сосредоточить ваше внимание. Слово министру, пожалуйста, отметьте в основном, что еще нужно сделать. Уважаемый товарищ президент, в настоящее время все учреждения образования проводят активную работу по подготовке к началу учебного года. Разрешите доложить. По уровню учреждений дошкольного образования в этом году 3828 учреждений дошкольного образования примут наших детей. Общий контингент составит 369 тысяч. При этом не обеспечены направлениями по месту жительств будет 3353 дошколят. Что для этого принимается? В первую очередь надо отметить, что это проблема Минского района. В настоящее время выработано направление в город Минск для обеспечения данных детей местами учреждений дошкольного образования. Еще один момент, это то, что в настоящее время... У нас же в Минске неравномерное заполнение школ. Особенно в микрорайонах, там, где помоложе семьи, недавно получили квартиру, там вроде дети есть. Все требуют, давай, давай, строить школы новые. В центре, где уже население стабильно живет, немолодое, так сказать, там, может быть, и детские сады, и школы недозагружены. Так если мы подвозим из Минского района в Минск детей, подвозим, вот надо исходить из того, где у нас не ближе школа, а где у нас они недозагружены. Лучше, может быть, пару километров детей привезти по Минску и в школу недозагруженную их определить, нежели поближе. И у нас получается, что укомплектованность там в классах по 40 где-то детей, а где-то 20. То есть надо вот сбалансировать здесь ситуацию с загрузкой наших школ, потому что мы все время строим, строим, люди просят, взяли, построили и радуемся в микрорайоне школ. А эти пустуют. Особенно в крупных городах, в Минске прежде всего, это ненормально. Пора заканчивать нам строить школы и так далее. В зарплату надо денежные средства переносить лучше. А здесь по уму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова